Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости Орфеатснеев» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня выпуски. Действуй, дружи, дерзай! В лагере Российского федерального ядерного центра в НЕФ «Лесная поляна» завершила старая смена. Сотрудник Орфеатснеев принял участие в вочной сессии фабрики инженерного творчества проекта «Облачная школа инженерного образования». Пять команд и только один победитель. На стадионе «Авангард» прошел открытый турнир Орфеатснеев по пляжному волейболу. В детском лагере «Лесная поляна» Орфеатснеев завершила старая смена. 376 ребят, детей сотрудников Российского федерального ядерного центра и других предприятий смогли отдохнуть, восстановиться после прошедшего учебного года и набраться сил перед следующим. А уже в эти выходные открывается третья смена. О том, как проходит летняя оздоровительная кампания в лагере Орфеатснеев, расскажем далее. Из года в год количество детей, желающих отдохнуть в лагерях Российского федерального ядерного центра в НИЭФ, постоянно увеличивается. Причем путевки покупают не только работники городообразующего предприятия, но и те, кто трудится в других организациях Сарова. Также своих детей в лагерь на территории Солнечной Мордовии отправляют и жители других городов. Например, из 376 детей, отдыхавших в лесной поляне во вторую смену, пятеро были из Первомайска и Нижнего Новгорода. Полная стоимость путевки – более 30 тысяч рублей за смену, которая длится 21 день. Тем, кто работает на градообразующем предприятии, предоставляют существенные финансовые льготы при покупке путевок. В первую очередь, конечно, этот лагерь существует для сотрудников Российского федерального ядерного центра. Поэтому, в первую очередь, квоту в НИЭФ выделяет именно для сотрудников НИЭФ. Она учитывается в зависимости от степени родства. Допустим, дети – это подешевле. Если дедушка, бабушка, кто являет сотрудниками, опять же, ядерного центра, у них немножко цена чуть подороже, грубо говоря, на 2 тысячи побольше, чем у родителей. Там 6 с небольшим, а у бабушек и дедушек там 8 с небольшим. Ежегодно Рфят Сунеев выделяет существенные суммы на подготовку лагеря к лету. Например, в этом году в части корпусов старые деревянные окна заменили на новые пластиковые. Кроме того, перед началом оздоровительной кампании в зданиях делают косметический ремонт, чтобы создать детям комфортные условия для отдыха. Сам лагерь находится среди хвойных и лиственных лесов на территории, прилегающей к Мордовскому заповеднику. Это место выбрано не случайно. Живительная природа Солнечной Республики способствует оздоровлению детей и помогает в вопросах профилактики различных заболеваний. К тому же для полноценного отдыха и физического развития воспитанников Российский федеральный ядерный центр «Внеев» обустроил в лагере спортивные площадки для игр в футбол, волейбол, пионербол и другие, и открытый бассейн, особенно любимый детьми. Во вторую смену с погодой не слишком повезло, но как только дожди прекращались и воздух прогревался, ребята под присмотром педагогов сразу отправлялись в бассейн. Также каждый день проходили различные спортивные соревнования. Например, накануне отъезда прошел турнир по триатлону, где в борьбе за победу сошлись и отряды, и даже вожатые. Именно они стали победителями состязаний. После водных игр и других спортивных мероприятий на свежем воздухе воспитанники лагеря торопились в столовую. Сбалансированное пятиразовое питание помогало детям набраться сил и поправить здоровье. Вторая смена называлась «Лесная поляна 3D» и проходила под девизом «Действуй, дружи, дерзай». Каждый день для детей придумывали новые мероприятия, соревнования и конкурсы. Ребята были постоянно заняты, на тоску по дому времени не оставалось. Ну, например, у нас был диджей Флай, который приезжал, он известный в Саранске, в Нижнем, мы приглашали. Вчера у нас было огненное шоу плюс световое шоу. Сотрудники в НЕФ приезжали профсоюзы к нам на День именинника. Мы их приглашаем, как правило, они поздравляют ребятишек, мы делаем экскурсию. Для детей каждый день была открыта библиотека, где можно было найти интересные для любого возраста книги. Также туда ребята приходили, чтобы посмотреть мультики или поиграть в настольные игры. Для всех желающих работали разнообразные объединения. Например, в туристическом кружке дети изучали основы безопасности жизнедеятельности. Нас учили различать различные ядовитые растения, учили вязать различные узлы. Также мы проходили спортивную сноровку, мы учились надевать и обвязывать спортивное снаряжение. Также мы даже катались по канату. Для тех, кто чувствовал себе творческую жилку, работал кружок общего творческого развития ОТР, где ребят учили красиво говорить, писать сценарии, разбираться в современных медиа-технологиях и снимать видеоролики. Приходят на самом деле самые разные дети. Кто-то уже приходит с талантом, а у кого-то талант надо развивать. Есть примеры детей, которые приходили в первую смену и ходят сейчас. И я вижу, как они выросли в творческом плане. И это очень приятно. Все свои работы ребята представили воспитанникам лесной поляны на собрании в актовом зале. Также под руководством Ивана ребята организовали свое собственное телевидение «Поляна ТВ» и попробовали себя в роли журналистов. Где мы показываем наши события, нарезку мероприятий, а также интересные рубрики, например, «Интересный вожатый» или «Интересный гость». Все ролики, созданные ребятами, можно посмотреть в официальной группе «Доллесная поляна» в социальной сети ВКонтакте. Большую часть времени дети проводили со своими вожатыми, ставшими для своих воспитанников лучшими друзьями. Среди них были как совсем молодые ребята из Саранской и Нижнего Новгорода, которые проходили в лагере студенческую практику, так и опытные наставники, проработавшие не один год. На второй смене в ряду вожатых было несколько представителей Российского федерального ядерного центра в НИЭФ. Алексей Гусев ездил в лагерь в детстве. Сейчас он работает в Российском федеральном ядерном центре. Теплые воспоминания о лесной поляне сподвигли мужчину попробовать свои силы в качестве вожатого. И уже 8 лет Алексей на основной работе берет отпуск и хотя бы на одну смену приезжает в родной лагерь. Отзывчивый коллектив, начальство доброе, понимающее. Ну и, конечно же, дети. Отличная атмосфера, спорт, активный отдых, также клубные работы. Все вместе здесь есть. Все, что нам нужно ребенку, все есть. Другие воспитатели также признаются, что полюбили лесную поляну еще в детстве. Сейчас с удовольствием приезжают уже в новой роли старших наставников для следующего поколения детей. Атмосфера тут замечательная. Дети очень солнечные, классные, отзывчивые. Делают все классно, супер, что не попросишь. Любое мероприятие проходит на высшем уровне. Дети молодцы. Я горжусь своим отрядом. Как говорит Вероника, атмосфера в лагере та же, что была в ее детстве. То же самое участие, понимание и взаимовая ручка. Немного изменились дети. Сейчас их гораздо труднее оторвать от различных гаджетов и виртуальной реальности. Однако вожатым это удается. За смену в лагере «Рафиат Суниев» ребята проживают маленькую жизнь, наполненную приключениями, новыми знакомствами, непередаваемыми эмоциями и хорошим настроением. Атмосфера здесь всегда позитивная. Даже в плохую погоду мы ищем моменты, когда можно посмеяться. Смотрим часто фильмы. Здесь очень много друзей. Прям нет времени скучать и грустить. Мы обязательно сюда еще раз приедем. Сейчас сотрудники лесной поляны готовятся к третьей смене. Она откроется 28 июля и продлится до 17 августа. Традиционно на третью смену приедет много взрослых ребят. Тем, кому уже есть 15 лет или скоро исполнится 16. Этим летом они с удовольствием используют шанс почувствовать себя выпускниками лесной поляны лагеря Российского федерального ядерного центра в НИЭФ. Сотрудник Института теоретической и математической физики РФАЦНЕФ Владимир Руденко принял участие в вочной сессии фабрики инженерного творчества проекта Облачная школа инженерного образования, которая реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Мероприятие прошло с 19 по 21 июля в технопарке Саров. Владимир Руденко рассказал о программном комплексе Master Professional, который предназначен для численного моделирования задач физики взрыва и удара. Программа адаптирована для использования даже неподготовленными пользователями и может стать хорошей наглядной демонстрацией многих физических процессов. Также в мероприятии проекта приняли участие 20 педагогов школы Нижегородской области. Преподаватель Московского государственного университета Владимир Аксенов, руководитель проекта Облачная школа инженерного образования Геннадий Насыров, сотрудник Саровского физико-технического института НИЭУМИФИ Андрей Додин и другие. Они делились опытом по различным направлениям инженерного образования, презентовали разработки и участвовали в инженерном практикуме. Песок, сетка, мяч и воля к победе. В нашем городе прошел открытый турнир Российского федерального ядерного центра внеф по пляжному волейболу. В борьбу за звание сильнейшей команды вступили пять сборных из различных подразделений института и городских организаций. Соревнования проходили на стадионе «Авангард» по круговой системе. О том, кто стал победителем турнира, расскажем в следующем репортаже. Пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских связей между сотрудниками различных подразделений и популяризация спорта. Вот главные цели, которые поставили перед собой сотрудники ядерного центра внеф несколько лет назад, когда приняли решение организовать в нашем городе турнир по пляжному волейболу. Это направление у нас до 2013 года не сильно было развито. Развивать его начали наш председатель Вячеслав Кайдаш и активист Александр Краев. С тех пор традиционно каждое лето сотрудники городообразующего предприятия по выходным встречаются на спортивной площадке и пробуют свои силы в пляжном волейболе. Но если в соревнованиях на первенство «Арфят» внеф по классическому волейболу участвуют, как правило, около 20 команд, то в пляжном волейболе участников гораздо меньше. В этом году побороться за звание лучшего вышло пять сборных. По словам организаторов, это оптимальное количество для турнира, проходящего по круговой системе. Так каждая пара сможет встретиться со всеми соперниками и при этом не ждать долго своих игр. Три пары. Постоянно тренируемся мы на Боровом каждый день, когда есть погода. Две пары новые образовались отец с сыном и молодые люди пришли. Тоже приятно, что новые лица появились. Изменилось и место проведения открытого турнира «Арфят» внеф. Раньше игры проходили на площадке на озере Боровом. Сегодня тренировки и соревнования организуют на стадионе «Авангард». И пусть площадка пока маленькая, но в планах у сотрудников ядерного центра довести ее до идеала. Я вижу, что, допустим, когда мы не тренируемся, отдыхающие также играют. Пусть не по всем правилам пляжного волейбола, но стараются, играют через сетку, поэтому приятно. Поэтому мы сделали здесь еще одну площадку. Дальше я знаю, что вот эта территория, она будет развиваться. В плане того, что здесь будут чистить, по-моему, реку. И будет организована уже более достойная, скажем так, площадка по всем правилам. Елена – единственная женщина на спортивной площадке. Она – инженер одного из конструкторских бюро ядерного центра. В свободное время Елена увлекается волейболом и уже много лет принимает активное участие в различных соревнованиях ядерного центра и города. Несмотря на то, что в пляжном волейболе спортивная площадка меньше, да и каждая партия длится до 21 мяча, а не до 25, как в классике, играть в него значительно сложнее, признается девушка. И дело не только в палящем солнце и духоте. И записка тяжелее, и бегать по всей площадке в паре. То есть один, например, на блоке, а другой должен закрыть то место, куда, например, нападут, угадать, ну, либо добежать. Для Елены волейбол действительно неотъемлемая и важная часть жизни. Благодаря этому виду спорта и работе на градообразующем предприятии девушка познакомилась со своим супругом Евгением. Изначально играли в волейбол, то есть он отдельно играл в волейбол. Я за сборную города играю в классику, потом только я узнала про пляжный, пришла. Мы, кстати, познакомились, мы как раз на пляжной площадке. Спустя годы они продолжают играть в любимый волейбол. И специально для них организаторы изменили формат турнира и разрешили участвовать в семейной команде. Он играет, я играю детей и бабушкам, и поиграть нужно хоть разочек. Зимой супруги играют в разных командах в классический волейбол, а летом перебираются на свежий воздух. И вот уже три года Елена и Евгений выступают в одной команде по пляжному волейболу на открытом турнире «Рфятсвнеев». Евгений согласен с супругой, что на песчаной площадке играть гораздо сложнее. К тому же значительно меняется техника игры. Волейболист становится универсалом и должен быть одновременно защитником нападающим, уметь правильно поставить блок и дать хороший пас напарнику. Силу много надо потратить здесь, пару на пару, когда играешь, выкладываешься полностью. Турнир «Рфятсвнеев» длился несколько часов. В результате жесткой борьбы семья Гутниковых заняла третье место в турнире. За звание лидеров турнира боролись сотрудники завода «Внеев». Как итог, серебро забрали Алексей Губанов и Максим Левкин. Победителями стали Марат Мещеров и Максим Васин, обыграв своих соперников всего на два очка. Следующие игры по пляжному волейболу пройдут уже в эти выходные. 27 июля, если позволит погода, на пруду Боровом состоится открытый городской турнир. Формат будет зависеть от количества команд-участниц. Попробовать свои силы в пляжном волейболе приглашает всех желающих в возрасте от 14 лет. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vneev.ru И в эфире канал «16» каждый четверг в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова